Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Российский импортер подал декларацию на ввоз контейнера различной детской обуви общим весом более трех тонн. Однако при его досмотре было обнаружено еще полторы тонны незадекларированной детской обуви. Это сандалии и кеды. Таким образом, импортер хотел сэкономить на таможенных платежах. Импортер намеренно пытался вывести обувь без декларирования в установленной форме и уплаты таможенных платежей. В настоящее время товар, явившийся предметом административного правонарушения, арестован. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ за недекларирование в установленной форме. 40 тысяч незадекларированных долларов США обнаружили уссурийские таможенники у гражданина Российской Федерации при пересечении границы в пункте пропуска «Пограничный». Россиянин пытался незаконно вывести деньги в Китай. О том, что деньги необходимо декларировать, мужчина знал. Поэтому 30 тысяч долларов США он спрятал в сумку-портфель, а 30 тысяч положил в поясную сумку под верхней одеждой. Денежные средства изъяты и находятся в камере хранения уссурийской таможни. Мужчине грозит уголовная ответственность и штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств. Либо ограничение свободы до 4-х лет. Проводится расследование. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Долги перед спортсменами и сотрудниками баскетбольного клуба «Спартак Приморья» закроют в ближайшее время. Сейчас команда находится в Москве, где проходят игры с химками. Как уточнил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, ситуация с продлением контрактов с игроками клуба полностью урегулирована. Сейчас «Спартак Приморья» занимает вторую строчку турнирной таблицы, уступая лидеру клубу «Самара» всего одну победу. Хорошие новости и футболе. Игроки «Луча» начинают подготовку ко второй части «Олимп» первенства Футбольной национальной лиги. Соглашение о предоставлении субсидий подписано между Министерством физической культуры и спорта Приморского края и футбольным клубом «Луч». Это позволит середины февраля начать выплаты заработной платы игрокам и сотрудникам клуба. На сегодняшний день долги клуба по разным статьям расходов, накопленные за последние шесть лет, превышают более трех сотен миллионов рублей. Задолженность по выплате зарплаты в «Луче» образовалась с сентября 2019 года. Напомним, ранее сообщалось о том, что региональные клубы «Футбольный луч» и «Баскетбольный Спартак Приморья» оказались на грани закрытия и остановки работы. Виной всему неясное финансовое состояние и невыплаты зарплат. Дмитрий Беломеснов, новости спорта на восьмом. Президент России Владимир Путин при необходимости ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом. Как заявил журналистом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, все российские службы проводят масштабные работы по предотвращению распространения инфекции, сообщает ТАСС. Отмечается, что задействован целый механизм, работают ученые и различные компании. Проводится научная работа по разработке вакцины. Между тем, сам Владимир Путин подчеркнул, что Китай принимает решительные и энергичные меры для борьбы с коронавирусом. Президент заверил, что Россия готова оказать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие. Добавив Мизухани, в Россию доставили более 140 человек, большинство из которых граждане России, а также граждане других стран. Эвакуированные, среди которых не выявлено зараженных, будут размещены в реабилитационном центре в 30 километрах от Тюмени. Японские медики диагностировали коронавирус у 10 человек на круизном лайнере «Даймонд Принцесс», который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Якогама, сообщает Риа Влад Ньюз. Сообщается, что на судне был проведен медицинский осмотр всех пассажиров и членов экипажа. В настоящее время специалисты получили результаты анализов 31 человека, 10 из которых оказались положительными. Всего на лайнере находятся 3700 пассажиров и членов экипажа. Все заболевшие были катером доставлены на берег и госпитализированы. Ранее в Японии уже выявлено 20 случаев заражения коронавирусом. При этом 17 человек, у которых обнаружили инфекцию, посещали китайский город Ухань, где началась эпидемия. Эвакуация завершилась в пункте пропуска Полтавка-Дунин в Приморье. Граждане России, которые желают вернуться на родину из-за угрозы распространения коронавируса в Китае, смогут это сделать через пункты Краскино и Пограничный. 5 февраля в страну вернулись 19 граждан России. Все желающие приехать домой через Полтавку были эвакуированы. Начиная с 6 февраля эту работу продолжат два пункта пропуска – Пограничный и Краскино. Автобус отправляется в 10 утра. При этом, как сообщил региональный Роспотребнадзор, в Приморье больных с коронавирусом не зарегистрировано. Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из Китая, обследуются в обязательном порядке. Специалисты отмечают, если с человеком в момент пересечения границы было всё в порядке, но затем появились симптомы ОРВИ, следует немедленно обратиться в поликлинику, вызвать врача на дом или скорую медицинскую помощь. При этом необходимо сообщить о посещении Китая. Власти приморского города Артём ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте округа. Данный режим глава муниципалитета объявил из-за того, что в Артём были направлены два гражданина Китая, прилетевшие в край через Южную Корею. Также отмечается, что в пригороде Артёма будут открыты два изоляционных пункта, где будут находиться туристы с подозрением на коронавирус. Напомним, режим чрезвычайной ситуации действует в Октябрьском, Хасанском и пограничном районах. Данные меры направлены на то, чтобы не допустить распространения на приграничных с Китаем территориях опасного заболевания. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора. В Уссурийском городском округе введён режим повышенной готовности. Жители попросили воздержаться от посещения массовых мероприятий. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены опасным коронавирусом более 20 тысяч человек. За пределами Китая зафиксировано более 150 подтверждённых случаев заражения более чем в 20 странах. Следственный комитет Приморья заинтересовался семьёй, в которой трёхлетний ребёнок жил на ферме вместе с телятами. Проводится проверка по данному факту. Напомним, транспортный полицейский Уссурийска выявили нарушение в семьях с опекаемыми детьми. Участниками рейда обнаружена трёхлетняя девочка, которая проживала вместе с опекуном в небольшой комнатке одного из подсобных помещений фермы для крупного рогатого скота на территории фермерского хозяйства. В помещении, где живёт ребёнок, инспекторы обнаружили за печкой загон с животными, телятами и козлятами, мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе. Детские вещи в беспорядке валялись по всей комнате. Внутренний интерьер помещения производил угнетающее впечатление. Опекун пояснила, что в связи с большой загруженностью на своей работе, ей удобнее постоянно проживать с малолетней внучкой в этом помещении на ферме, чем в доме, который находится на территории округа. В школах Владивостока начали преподавать спортивную акробатику и трикинг. Обновлённые уроки физкультуры представили участники городского конкурса «Молодёжная инициатива». Проект молодых спортсменов «Поход по школам» проходит в качестве эксперимента до конца марта при поддержке Молодёжного ресурсного центра. Так, первый урок по спортивной акробатике состоялся в школе номер 46. Первоклассники с интересом наблюдали за молодым, но уже опытным наставником, кандидатом в мастера спорта Ксении Русецкой. Спортивная акробатика рассчитана на учеников младшего школьного звена. Для ребят постарше, с 5 по 11 классы, в рамках проекта «Поход по школам» Федерация трикинга Владивостока подготовила тренировки по спортивной дисциплине, которая включает элементы боевых искусств, акробатики и брейк-данса. После масштабного ремонта школа номер 55 на улице Снеговой во Владивостоке готова принимать учеников. Это учреждение стало структурным подразделением школы номер 82, расположенной в Снеговой паде. Новое учебное заведение рассчитано на 150 ребят. Уже ведется набор. Начальную школу здесь откроют в сентябре. Она будет предоставлять образовательные услуги для детей микрорайона «Дальхимпром». За полгода здесь выполнен капитальный ремонт. Полностью обновлены классы, закуплено все необходимое оборудование и литература для занятий. Сделаны спортивные и актовые залы, предусмотрены помещения для дополнительных занятий с подростками. Отремонтированы стадион и детские площадки. Напомним, школу в районе «Дальхимпрома» закрыли в 2012 году из-за резкого сокращения численности учеников. Детей тогда перевели в соседние заведения. Вопрос о возобновлении работы школы на улице Снеговой прозвучал во время пресс-конференции с президентом страны в декабре 2018 года. В 2019-м этот вопрос во Владивостоке был решен. Стадион «Строитель» готовят ко второму этапу реконструкции. В этом году планируется отремонтировать зрительные трибуны, прорабатываются возможные варианты строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, единоборств и универсального игрового зала. Для маломобильных горожан будет предусмотрен доступ на стадион, отдельные парковочные места на территории. Напомню, в 2018 году на стадионе «Строитель» обустроили мини-футбольное поле и три беговые дорожки. В прошлом году здесь появилось полноценное современное футбольное поле, соответствующее стандартам Российского футбольного союза, а также три беговые дорожки со специальным легкоатлетическим покрытием. Сейчас проводятся инженерные изыскания для определения параметров будущей застройки и разработки предпроектной документации. В Дальневосточном морском заповеднике получены первые кадры новорожденных детенышей ларги. Камеры были установлены на островах заповедника в 2018 году для круглосуточного онлайн-наблюдения за животными. По словам ученых, тюлени, обитающие в заливе Петра Великого, приносят потомство на островах архипелага Римского Корсакова. Спаривание ларг происходит еще в период молочного выкармливания детенышей, то есть через несколько дней после родов. Даже мигрирующие на дальние расстояния тюлени возвращаются размножаться на острова залива Петра Великого под защиту морского заповедника. Пик рождаемости около 50-60 детенышей каждый день ожидается ориентировочно во второй половине февраля. Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова